Вести ФМ В Киевском районном суде Симферополя не уточнили, о каких конкретно фигурантах идет речь. Но ранее источник в правоохранительных структурах фамилии их назвал. Это Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. Адвокаты двоих арестованных подтвердили интерфаксу факт избрания их подзащитным меры пресечения. При этом комментировать иные подробности дела защитники отказались. Напомним, Крымский мост был взорван рано утром 8 октября. В среду 12 октября ФСБ сообщило, что теракт организовали Главное управление разведки Министерства обороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Следствие выяснило, что взрывное устройство добиралось до Крымского моста сложным маршрутом через Одессу, Болгарию, Грузию, Армению, затем снова Грузию и российский Армавир. Использовался при этом и водный транспорт, и автомобильный. Подготовку к теракту военная разведка Украины начала еще в начале августа. Сначала украинская фирма заключила контракт с болгарской на поставку в эту страну 22 тонн строительной полиэтиленовой пленки, размещенной на 22 палетах. В середине августа груз прибыл в болгарский город Русе. Оттуда палеты также на сухогрузии ушли в грузинский порт Поти. Там их перегрузили в зарегистрированную в Грузии фуру, которая уехала в Ереван. Здесь произошла первая подмена документов. Украино-болгарский контракт исчез, а появился армяно-российский. В Ереване фуру с полиэтиленовой пленкой растаможили по правилам ЕАЭС. Вся процедура происходила с 29 сентября по 3 октября. Напомним, законы Евразийского экономического союза таковы, что достаточно единственной растаможки в какой-нибудь стране ЕАЭС, в том числе Армении. Двери полуприцепа опечатывают, и после фуры беспрепятственно и без последующих досмотров может передвигаться по дорогам стран ЕАЭС. Комитет государственных доходов Армении обнародовал кадры прохождения грузовиком таможенных формальностей, в том числе как фура заезжает на просветку рентгеном. На опубликованной рентгенограмме видны только палеты с пленкой, черные прямоугольники, расставленные вдоль кузова, что внутри них неясно. Потом специалисты пояснят, что это тоже был хитрый ход украинской военной разведки. Такой груз выбран не случайно. Большой объем накрученной пленки просто не пропускает никакие рентгеновские лучи. И, кстати, химический запах пленки усложняет поиск взрывчатки собакам. Поэтому немудрено, что ничего подозрительного не обнаружили. Ну а заминированная фура после таможенного досмотра в Ереване вновь въехала на территорию Грузии, а затем 4 октября пересекла грузино-российскую границу на погранпереходе Верхний Ларс. Замминистра финансов Грузии Георгий Кокауридзе, кстати, утверждает, что подорвавший Крымский мост грузовик не проходил грузинскую таможню. Что имеет в виду этот чиновник, не очень понятно. Фура по Грузии сначала из Порта-Поти до Ереванского таможенного терминала, а затем из Еревана до Верхнего Ларса шла транзитом, а значит, скорее всего, и не подлежала досмотру. Ну а дальше ее путь лежал в Армавир Краснодарского края, где ее 6 октября разгрузили на оптовой базе. Здесь документы на груз снова, то есть во второй раз, изменили. Отправителям указали ООО ТЭК-34 из Ульяновска, а получателям не существующую фирму в Крыму. Груз якобы должен быть доставлен в Симферополь. ТЭК-34 выставила заказ на перевозку рулонов с полиэтиленовой пленкой на электронную логистическую биржу. Там стыкуются отправители и перевозчики. На заказ откликнулся гражданин России Махир Юсубов. 7 октября палеты загрузили в грузовик Юсубова, который и выехал в Симферополь. У Крымского моста инспектор ГИБДД лишь заглянул внутрь полуприцепа и дал добро на проезд. 8 октября в 6 часов 3 минуты преследования по Крымскому мосту заминированный груз был подорван. Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник главного управления разведки украинского Минобороны, который представлялся Иваном Ивановичем. Всего ФСБ установило 12 причастных к теракту на Крымском мосту. Это граждане Украины, Армении, а также 5 россиян. 8 человек задержали. Пятерых уже арестовали на 2 месяца. Не уточняют, какое у них гражданство. Все они находятся в статусе подозреваемых. Еще по троим задержанным меры пресечения пока нет. Специалисты отмечают, что не факт, что все эти люди знали о подготовке теракта. Некоторых, в том числе погибшего водителя фуры, могли использовать вслепую. Их причастность к преступлению установит следствие. Сергей Глалобов, Вести ФМ. И теперь к знаковой во многом в современности дате. 60 лет назад начался Карибский кризис. Осенью в октябре 1962 года возникла угроза войны между СССР и Соединенными Штатами. Напомню, тогда в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции, Советский Союз разместил ракетное оружие на Кубе. На связи со студией военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, приветствую вас. Здравствуйте. Да, ну прошло 60 лет почти. По-моему, на следующей неделе зафиксированная дата начала Карибского кризиса. Но так или иначе, почему за эти 60 лет Запад то ли не выучил уроки Карибского кризиса, то ли забыл, что нельзя близко подводить друг к другу боеголовки ядерных боеприпасов, потому что между ними вполне возможно может проскочить искра, от которой загорится весь мир. Я с вами абсолютно согласен, но, к сожалению, ушло то поколение, которое напомнило, что такое Вторая мировая война. Ведь американцы там чуть больше полмиллиона за Вторую мировую войну потеряли, но те люди, которые воевали, они все-таки влияли на американскую политику. Тот же президент Кеннеди, он участвовал в боевых действиях, был ранен, даже товарища своего спасал, когда корабль был потоплен, он, собственно говоря, с ним проплыл достаточно большое расстояние и помог ему выжить. То есть это были люди, понимавшие, к чему ведет последствия войны, к какому горе это приведет прежде всего. И самое главное, вот осознание вот этих вот, ну скажем, бед, несчастье, которые несет война, оно было не каким-то виртуальным, а было реальным. Вот сейчас на Соединенных Штатах Америки, во многих странах Запада, к власти пришли политики, которые убеждены, что, в общем-то, ядерная война не представляет ничего страшного. Почему? Американцы приняли новую стратегию. В соответствии с этой стратегией, ядерные боезаряды достаточно имеют малую мощность за счет того, что ракеты достигают цели с очень высокой точностью. То есть, если раньше для того, чтобы ракета попала в цель, ну, она обычно имела круговое вероятное отклонение 3-5 километров, то есть требовались боеголовки мегатонные. Они разрушали все вокруг, не только сам военный объект, но и гражданские объекты, что велось к большому количеству жертв. А сейчас это килотонны или даже меньше килотонн. И таким образом возникает соблазн применения вот такого ядерного оружия. Более того, ряд университетов провели моделирование по заказу Пентагона о том, что ядерной зимы не будет, если начать ядерную войну. А вот во времена, когда президент Трамп был руководителем страны, президентом Соединенных Штатов Америки, он Пентагону поручил разработать стратегию, которую непосредственно использовал он в бизнесе. Эскалация для деэскалации. То есть нужно давить противника до тех пор, пока он либо сдастся, либо нужно его уничтожить. То есть в отношении России это имеет следующую концепцию. По России наносится превентивный ядерный удар, Россия подсчитывает свои потери, плачет, утирается. И тут американцы предлагают мир, но она в американских условиях. То есть абсолютно сумасшедшая теория, но она официально существует, это официальная доктрина. То есть вот неправильное понимание, неправильная оценка нас, именно нас, нашей страны, наших действий, что мы ответим, и ответим очень серьезно. И таким образом, что на Соединенных Штатов может даже ничего не остаться, как и от других стран, которые их поддерживают. Вот эта вот ошибка, она доминирует в умах очень многих руководителей американских. И с этим связано вот такое вот отношение, что мы можем применить ядерное оружие. Боррель, который человек вообще далекий, не понимающий, что это такое, как используется ядерное оружие, что такое система предупреждения о ракетном нападении, как происходит ответ на встречный удар. Он просто призывает нанести фактически ядерный удар по нашей стране. И таких политиков очень много, и они находятся в руководстве как Евросоюза, так и НАТО, и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. И в этих условиях, конечно, мы сейчас в первую очередь должны больше говорить, больше разъяснять, чтобы там все-таки возникло понимание. Но, к сожалению, нас не слышат. И вот меня вот это вот, конечно, такое отношение американцев и стран Запада очень пугает. И больше всего пугает еще решение вот мадридского санта НАТО развернуть у наших границ 300 тысяч военнослужащих и сил быстрого развертывания. Американцев уже сейчас размещают на территории Польши и Прибалтики. Но на территории Польши они находятся не на своих базах, они сразу в этом на границе с Россией, соответственно, и начинают, в общем-то, прятать оружие. Ну и самое страшное, это те учения, которые вот сегодня было объявлено, учения ядерных сил западных. Ведь 14 стран будут в этих учениях участвовать, а ядерное оружие только у трех стран есть. В США, Великобритании и Франции. То есть таким образом, что делают остальные 11 стран? Это уже нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, либо привлечение этих стран к применению ядерного оружия. Американцы почти ежегодно в Европе проводят военные тренировки, обучают расчеты истребителей-бомбардировщиков, используют бомбы Б-61 в разные модификации. Вот последняя модификация Б-61-12. Это Бельгия, это Нидерланды, это Италия, это Германия. Ну и Турция там, они обычно Турцию не привлекают, хотя по всем данным имеются склады как раз с тактическими ядерными боеприпасами. А здесь 11 стран, то есть еще 6 стран, они хотят подключить к тому, чтобы они могли применять американские ядерные боеприпасы, если американцы решат о том, что вот надо это ядерное оружие передать, например, той же Польше. Не так давно руководство Польши призвало создать склады с ядерными бомбами, с ядерными боеприпасами на территории страны. САК призвали. Они не понимают того, что если начнется конфликт, то первый удар будет нанесен по этим складам, со всеми вытекающими для населения Польши и территорию Польши последствиями экологическими, демографическими, экономическими и так далее, и военным. То есть вот такая политическая незрелость, незнание, непонимание особенностей применения ядерного оружия, последствия его применения, они ведут к тому, что вот концепция того, что ядерной зимы не будет в случае Третьей мировой войны, все будет хорошо, да, половина населения погибнет, они в бункерах отсидятся и дальше будут жить спокойно так, как им нравится. Это все утопия, голливудская утопия, я ее по-другому назвать не могу, утопия, которая родилась из компьютерных игр, но, к сожалению, она звучит очень-очень часто. Это и этот Ниягин, говоря, я беседовал на эту тему с американистами, достаточно известными, российскими, которые специализируются на этой теме. Они также потрясены тем, что в американской прессе все больше и больше статей, больше и больше призывов. Да, но не только в американской прессе, Юрий Арбетович, но и в главах западников. Спасибо большое. Эксперт-директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов был с нами.